МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии и працу Александр Гамоля. Смотрите в этом выпуске. Масштабная реконструкция на Гомельской СЦ-1 завершится до конца этого года. Экономичное доследование выкладчиков университета с поживецкой кооперацией удостойны премии Абулвыконкама. Червонокрышда поможет верникам согреться подчас водохрешанских мероприемств. У Гомеля в першиню представили православный мюзикл. Голосование за лепших спортсменов на конкурсе «Триумф» героям спорта стартовало в Беларуси. А зараз об этом и иншим больше подробязано. Сегодня на Гомельской мытне подвали выники работы в 2016 году. Сярод головных досягнений ускорочение часу проведения мытных операций на 20%. За год гомельские мытники спунили больше, как 3000 порушений. Утымликов 69 спроб датших хабару. Раскрыты 52 злочинства. Причим, мы малюсе, криминальные справы были связаны с перемещением выбуховых, наркотичных, психотропных и инших забороненных рэшевов. Усёг это дозволило створить большебеспечные умовы для удельников внешнеэкономичной деятельности и граждан, которые пересекают мяжу. У республиканский бюджет гомельская мытня унесла больше, как полтора миллиарда рублей. План выконан на 101%. Подчас сходу кировничества и особистый состав ведомства не только подвали выники минулого года, а и окреслили задачи на 2016. Подводя итог работы таможни в 2016 году, будем говорить о том, что основные задачи, стоящие перед таможней, выполнены в ближайшем будущем с учетом предстоящего подписания проекта Кодекса Евразийского экономического союза. Но, наверное, это будет основное нововведение, которое планируется с 1 июля 2017 года. Остальная работа будет проводиться в соответствии с утвержденными планами на 2017 год. Лепшим супрацовникам гомельской мытни уручили гоноровые грамоты и нагрудные знаки мытного комитета Республики Беларусь за отзнаку. Протягиваем выпуск. Реконструкция гомельской ЦЦ-1 завершится до конца этого года. Масштабный проект модернизации реализуется в ответственности с галиновой программой развития электроэнергетики до 2020 года. Объем финансования складывает свыше 46,5 миллионов долларов. Одна из наистарейших в Украине электростанций побудована в 1923 году. В час Великой Чинной войны она была разбурана, а затем отновлена. Но потребованиям сучасности предприемство уже не могло ответить. Проект реконструкции предуглеживает створение парогазового блока с газотурбинной установкой, котла-утилизатора и паровой турбины. Монтаж частки энергоэффективного обсталевания уже завершен. До речи усяго, все лета при реализации галиновой программы запланованный увод пригодна 90 мегаватт электрогенерующих могутностей на Витебской и Полоцкой ГЭС и Гомельской ЦЭЦ-1. Мы протягиваем знакомить вас с пироможцами областного конкурса по поддержке талиновитых молодых вученных и специалистов. Все лета премии Гомельского облаконкама держат 12 вученных. Наша здымочная бригада наведала Белорусский гандлево-экономичный университет с поживецкой кооперацией, где выкладывают одразу два пироможцы конкурса. Подробности в наступном сюжете. Под аудиторией топятся студенты. Наспеху загадывают основные термины и вызначения. Як вядома студень, час экзаменов. При маях Юлия Сидоренко, старший выкладший кафедры банковской справы, анализу и аудиту. А зараз и пироможца конкурса по поддержке талиновитых вученных. Молодая женщина одразу выкликает до себя прихильность. Пригожая, усмешливая, вельми текавая собеседница. Каже, что пиромогу отримала за тему, обороненной у кандидатской диссертации. Зараз яна особливо актуальная. Тычется финансовых ризик предприемств и кирование механизмами их снижения. У навуции это называется методом хеджирования. Это метод нейтрализации финансовых рисков, который позволяет их уменьшить, оптимизировать и добиться стабильности будущих финансовых потоков организации, что позволяет выжить организации в трудные времена, которые сейчас наблюдаются на рынках. Як индивидуальные предпринимальники, так и кировники буйных предприемств с допомогой распроцовака Юлии Сидоренко могут керовать махтшимыми ризиками финансовых страт. Доследование было опробовано у многих организациях в области. Становшие выники, грунтовность доследования и принесли Юлии Сидоренко перемогу в конкурсе. Мы как раз период написания диссертации и период внедрения совпал со вторым пиком кризиса экономического. И мы в 2011 году в одной из организаций, в которые внедряли хеджирование, до 23% сэкономили от очень большой суммы по экспорту за счет того, что фиксировали курс валюты заранее. Если бы все массово пользовались хеджированием, то, конечно, массовых потерь удалось бы избежать. Еще одна переможца Инна Байкова працует на кафедры сусветной и национальной экономики. На этом тыдне читает лекции на курсах по повышению квалификации. Вопытные специалисты слухают с неподробным интересом, бо свой предмет Инна Байкова выкладает цикаво и зрозумело. Тему своего переможного доследования так само раскрывает с захоплением. Я натычуца методичных подыходов до оценки и развития экспортного и прационного потенциала в Беларуси. С целью все-таки наращивания экспортного потенциала, получения, в том числе, валютных поступлений в экономику страны. Мы рассматриваем такой аспект, как все-таки трудовой потенциал. Это те люди, те сотрудники, прямо или косвенно занятые в производстве товаров, работы, услуг, которые идут на экспорт. Поэтому в своих методиках мы отражаем уровень, какой у нас сейчас есть, что экспортного потенциала, что трудового потенциала. И это позволяет нам получить определенные графические данные, подтверждение того, что происходит. В частности, одной из интересных сторон данных методики является то, что и одна, и вторая методика позволяет получить тенденции в разрезе компонент, то бишь составных элементов каждого из потенциала. И на основании их уже давать рекомендации, прогнозировать то, что есть сейчас и то, что будет, ну и, соответственно, повышать эффективность принимаемых управленческих решений для разработки, например, тех же самых программ развития страны, либо же программ регионального развития. До речи, новыми методиками уже зацікавилися как специалисты Комитета экономики облыва Конкама, так и представники промыслового сектора региона. Зараз их апробация проходит на предприемствах швейной, перепрацовочей и гандльовой глины. Марина Северьянова, Игорь Марисченко, телерадиокомпания «Гумель». Затверджены даты бесплатных приемов адвокатами маломайомных граждан в 2016 году. Они пройдут с 15-го соковика, в День Конституции Республики Беларусь, 26-го червяня, в День створения адвокатуры Беларуси, а так само 29-го вересня, знак годы Дня пожилых людей и 1-го Снежнина, переданні Дня юриста. Подобные акции проводятся адвокатами што год и корыстаються популярностью. У основным людей цікавят спытания, связанные с вылечением стажу при выходе на пенсию, процедукованием, социальной патрымкой и спадшиной. Завтра же хары региона змогут задать спытания головному державному санитарному урачу Гомельской области. Промая телефонная линия Александра Тарасенки пройдет с 9 до 12 годин. Звернуться на ЯЕ можно по номеру телефона у Гомеля 75 48 51. Першая в этом годе сустреча в рамках проекта «Открытый диалог» прошла у Гомельским колледжа в филиале белорусского Державного университета транспорта. Тема мероприемства – процедукование молодей у летний период. Место для сустреча обрано не выпадково, колледж что год отправляя выездные сельско-господаршие отрату московскую в область. Уделу дискуссии приняли вушника Оледжа. У якости экспертов открытого диалогу выступили представники БРСМ. Не успел закончиться трудовой семестр 2016, как мы уже начинаем готовиться к новому сезону, сезону 2017 года. Понять, как зарабатывается свой первый рубль и почувствовать, что это такое, это очень дорого стоит. А когда человек это понимает, он уже знает, как действовать дальше. Ребята на месяц выезжают в Московскую область, стараются работать, зарабатывают достойные деньги и следующий год хотят опять поехать. Определенный есть конкурс, потому что туда должны попасть только лучшие, в кого мы верим и за кого нам не стыдно, кто нас не подведет. Проект открытый диалог реализуется с 2016 года у якости дискуссийной пляцовки, которая дает мягчимость молоде вздымать острые проблемы и задавать питания. Сустречи в таком формате проходят во всех регионах краины. Все лета практика открытых диалогов протягнется. На первый квартал БРСМ заплановал коля 70-й сустречи в таком формате. Темы для обмеркования – студотрадовский рух, молодежный бизнес и инновации, культура, спорт и здоровье. Подчас колядных морозов у Гомеля можно будет согреться кубком горячей горбаты. 18-го студенья с 17 до 21-й година и 19-го студенья с 8 до 17-й година, коля Свято-Петропавловского кафедрального собора, будет працовать палатка червоного крыжа. А кроме того, у четверг с 10-ти ранницы, коля купели на набережные сожи, будет организована кропка обогреву. Там так само кожный жадающий сможет согреться и при необходности отримать первую меддопомогу. У Гомеля в першиню представили православный мюзикл. История, присвеченная боротьбе святла и темры, отримала назву «Не забыть про рожство». Головной метой авторы мюзикла личать нагадать людям про сенс этого свято, примусить задуматься над тем, как они живут. Премьера, подрыхтованная молодежной группой Преображенского храма «Фаворовцы» и «Себрами Приходу» прошла в ГДУ-мя Франциска Скарына. Под обязанностей в наступном материале. Этот проект заявляется уникальным не только для областного центра, а и для краины в уголе. Мюзикл на религийную тематику, ясно никто не отважился ставить. Идея продемонстровать в незвычайной форме традиционный конфликт. Святла и темры належат молодежной группе Преображенского храма. Але до реализации поступово доучились люди разных профессий и взрослых. Перед ними стояла нелегкая задача, устеснутый термин – подрыхтовать технично складаны и эмоционально насыщенный творчий проект. И про два с половиной месяца непрофессийные артисты уже готовы представить глядачу музычную историю с элементами хорографии. Было очень тяжело. Нужно было сначала привлечь всех ребят, заинтересовать их. А потом, мало того, что заинтересовать, удержать это все. Репетиции должны были быть постоянными. Работы много, а у ребят своя учеба, работа, сложно всех собрать. Естественно, были разногласия много, но, видимо, мы справились. День и мюзикл отбывается у свете, який оказался похлынутый темры. И на роджение Иисуса у им уже не свято, а просто миф. На земле застался опушный человек, який не стратил веру. Постановка дает разуметь, что навод, коли ты один, не треба сдаваться, за все да треба верить. Прежде всего, нас побудила к этому мюзиклу сплоченность нашего коллектива. И как донести сегодня молодой среде, что в церковной ограде сегодня есть жизнь, молодая жизнь, где есть ребята, которые и верят в Бога, и в то же время они не чужды показать в современной обработке, да, в современной рассказать о Рождестве. Все волновались жутко, переживали за все, как это воспримет народ, потому что здесь была грань, церковь, мирское. И я думаю, что с Божьей помощью нам удалось найти эту золотую середину. Юные артисты отримали шмат становочих водгука у публицы. После первого поспеха творчая группа планует подрактовать новый проект «Промеркованы» до Великодня. Ганна Корольчук, Ганна Ковалева, Валерия Гопанько, Телерадо, компания «Гомель». В эти дни каждый ожидающий может выбрать лучших спортсменов Беларуси. Голосование открытого публичного конкурса «Триумф героям спорта» проходит в интернете в шестый раз. Это суместный проект президентского спортивного клуба, Министерства спорта и туризма, а так само Национального олимпийского комитета. На этот раз лучших выбираются за два года. Сярод номинанта у основным у дельники европейских гульна у Баку и Олимпиады у Рыя. Голосование протягнется до конца месяца. Удельничать у им можно на сайтах организаторов и самого конкурса «Триумф.бюай». Так само доступная форма голосования с допомогой паперового бюллетеня. Его можно спамповать на сайтах организаторов. Пераможца у конкурсу назовут у конца лютого на урочистой церемонии. И на приконце выпуска еще одна добрая новина. У «Гомель» открылся первый фирменный монобрендовый бутик ювелирной марки «Соколов». Он разместился в гипермаркете «Славя» на проспекте Перамоги 21В. Под обязанностью у Ганны Корольчук. «Славя» – это сеть ювелирных магазинов, которую знают и любят в Беларуси. Сейчас под брендом «Славя» работает более 50 магазинов в 37 городах. Кроме того, сеть ювелирных магазинов «Славя» уже свыше 20 лет является официальным партнером ювелирной компании «Соколов» на территории Беларуси. Мы являемся первым коммерческим магазином в Республике Беларусь, который начал реализовывать ювелирные изделия. Являемся первопроходцами в этом виде бизнеса. Ну и, соответственно, ввиду того, что начали первые, всегда находимся как минимум на один уровень выше любого из наших конкурентов. Стиль ведения бизнеса в «Славе» – это максимальная клиента-ориентированность. Изучив вкусы покупателей, здесь решили подарить гомельчанам первый монобрендовый бутик «Соколов». Изделия этой марки – не просто ювелирные украшения. Это уникальное сочетание современных технологий и традиционного ручного труда. Компания разрабатывает ювелирные изделия, объединяя передовые швейцарские технологии и точность с российским духом творчества и виртуозностью исполнения. Компания «Соколов» – это самый крупный вообще бренд-завод в Европе и в России. Во всех изделиях есть определенный символизм, потому что каждое украшение – это история. На открытии бутика гостей ждали ювелирные новинки от бренда, фотосессия в украшениях, мастер-классы по макияжу и парикмахерскому искусству, фуршет и конкурсы с фирменными подарками «Соколов» и «Славия». Главным сюрпризом на открытии бутика стал розыгрыш золотой броши «Соколов» среди посетителей. Я бежала, успела, за три, наверное, минуты положила купон в вазу и вот. Прихожу часто в «Славию», покупала сережки, три кольца, цепочку, то есть почти все здесь покупала. Анна Коральчук, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». Это и другие новинки вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tsvrgomel.by. На этом выпуск завершен. В студии працава Александр Гамоля. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»